Первый шаг, давайте начнем уже практически часть, перейдем, это подбор слов. Я здесь показываю табличку, вот, допустим, в интернет-магазин, который занимается продажей телефонов от первых. Табличка следующая, она говорит нам о чем, что если вы сосредоточитесь на высокочастотных запросах, то вы потратите очень много денег, и у вас конверсия будет прямее нескольких. Соответственно, самое вкусное вот здесь. То есть, конверсия с запросов вида Apple iPhone 4G 16GB в разы больше, чем конверсия с высокочастотного запроса. Соответственно, наша задача, в чем основное отличие контекстной рекламы для магазинов от классического контекста, это собрать как можно больше вот таких вот запросов. Их должно быть тысячи и десятки тысяч. Вот здесь все продажи. Ну или в крайнем случае вот здесь, но не здесь. Можно? Да, пожалуйста. Большая часть покупателей, значит, точно знает, что у них от Apple iPhone 4G 16GB. Он тут пришел по телефону Apple, и он только тогда думал, что он хочет. Больше дороги... Нет, просто смотрите, если вы будете проводить эксперимент на своем магазине, вы придете к тому, что у вас длинный хвост вот этих вот нескольких частотных запросов дает в этом пироге продаж гораздо больше продаж, чем какой-то... Бывают исключения, да, я согласен, но чаще всего, особенно когда у нас товар массового спроса, это именно так, вот эти запросы в объеме продаж дают больше всего. И стоимость клика, естественно, в разы. То есть ROI возврата инвестиций на низкочастотные запросы, он гораздо выше. Так и с него, как и с него. Вот. Хотя бывают исключения, я про них сейчас расскажу. Это понятно. То есть мы принцип понимаем, что надо искать низкочастотные запросы. Как их искать? Я сейчас попробую рассказать алгоритму, как работают я. Подбор слов. Вы берете и выгружаете всю вашу товарную базу в какой-то формат. Excel, CSV, текстовичок или еще что-то. То есть полный список товарных поименований вашего магазина. Следующий шаг. Вы должны запомнить связку. Ключевое слово плюс посадочная страница на будущее. То есть вы должны знать, что вот этот вот телефон, он расположен вот на этой вот страничке. Следующий шаг. Вы должны понимать, сколько вы зарабатываете на каждой товарной группе. То есть можно записать сюда маржу, наценку и отобрать только самые вкусные товары. Пусть у вас здесь личное именование, понятно, что сразу все это заливать в контекст, не стоит. Отберите 500 тысяч самых вкусных с точки зрения маржи товаров и попробуйте с ними проработать. Отобрали. Следующий шаг. Вы начинаете по вот этой вот связке, по товарной базе, например, парсить такие вещи, как wordstat.yandex.rom, инструмент такой, который вы, наверное, все знаете, и подсказки Яндекса и Гугла. Как парсить, сейчас чуть-чуть ниже расскажу. От низкочастотных к среднечастотным запросам. Как это сделать, значит, первое, у вас есть возможность воспользоваться инструментом KeyCollector, в таком, по-моему, через C пишется. Или заказать эту услугу на фрилансе. То есть приходите на сайт лидов фрилансов и говорите, вот вам товарная база, пожалуйста, по каждому из этих запросов, по моему алгоритму, который я сейчас расскажу, Соберите мне спрос на каждую из запросов. Я здесь цифру вот и условную написал, 32 тысячи. Вы должны вставлять запросы с частотой от 30 показов до 2000 показов в месяц. В зависимости от тематики эта цифра может отличаться. Например, 10-5 тысяч. Цифру сами для себя прикиньте. То есть это те самые средние и низкочастотные запросы, которые дают нам больше всего продажа. А высокочастотные запросы, вида ноутбуки, Asus или еще какие-то, обязательно нужно дробить на среднечастотные и низкочастотные. Теперь, собственно, механизм. То, как нужно составлять ТСС для человека, который вам эти данные соберет. Да, вопрос, почему от 30 показов в месяц? Потому что это контекстная реклама. Если 30 показов в месяц, ну, к примеру, при CTR 3%, это один клик. Ну, это даже не один клик. Ну, в общем, это мало. Очень мало. Очень мало. То есть если вы соберете запросы с частотой, не знаю, 5 показов в месяц, или помножить CTR 3%, 5%, вы не получите ничего. Хотя, опять же, ну, вы можете для себя собирать со всеми низкочастотные запросы с частотой показов, там, 5%, с надеждой на то, что будет хотя бы один клик за полгода. То есть тут я, пожалуйста, если вы так хотите, можете собирать такие запросы. Механизм следующий. Показывайте привансеру программисту, как нужно работать. Вы ему говорите, вот товарные номинования. Apple, iPhone 4, 16GB, 2. Делай следующую вещь. Заходи по подсказке, вбивай вот этот вот запрос и собирай все подсказки с вот этим вот товарным номинованием. Он соберет 2-3 запроса, там, цена, еще что-то. Потом вы ему говорите следующую вещь. Сделай вот так. Удали крайнее правое из этого слова. И собери по врукстату, врукстат кендекс.рук, количество показов в месяц. Вот по этому этим слову. Следующий шаг вы говорите, отсекай вот 16GB. И собери частоту по этому запросу. Вы можете усовершенствовать этот алгоритм. Например, сказать, что типовые вещи типа 16GB превращают в транслитероз. Чтобы GB писалось по-русски. И такому же алгоритму нужно собрать данные по всей товарной группе. Вот. У вас на выходе получится список из, там, нескольких тысяч затоксов. Может, десятки тысяч. С ним и надо будет работать. Вы спрашивали, а что делать, если нет такого понятия, как выскочастотный хвост? Вот бывают такие категории магазинов, где потенциальный покупатель не знает ни названий брендов, лендеров, ни марок, ни моделей, ничего не знает. Знает, что ему это нужно, но не понимает, кто здесь, кто есть кто. Вот в этом случае нам надо идти классическим путем. Естественно, вы должны бороться за высокочастотные запросы и среднечастотные. Я здесь рассматриваю пример магазина парикмахерских инструментов для профессионалов, для салонов и красоты, и для профессиональных парикмахеров. То есть там люди не понимают, кто лидер оборудования в этой тематике. Вы должны использовать все приемы борьбы за CTA, все трюки, скрутка CTA, минусование слов, дробление на ночную и на дневную кампанию. Как это делать, я рассказываю на семинаре о продвинутой курсе по контекстной рекламе. Вы должны постоянно, естественно, воевать ставками. То есть классический контекст. Здесь ничего такого нет отличительного от классических контекстов. Теперь цифры. Однажды я был на переговорах с этой компанией, которая занималась парикмахерскими инструментами, и у них приглядела такая бумажка на столе лежала. Я вот эти цифры себе аккуратно списал и вот сейчас вам их рассказываю. Посмотрел, ну я знал их бюджеты на контекстную рекламу в районе 200-300 тысяч рублей в месяц, и посмотрел выручку, сколько они подают товаров в принципе. Вот у них достаточно узкая ниша, конкуренции не так много, и у них выручка месячная в районе 10-15 миллионов рублей. Подозреваю, что у них там еще наценка там процентов 50-100, то есть у людей все хорошо, контекстная реклама отбивается. Это вот подтверждение того, что нужно выбирать жесткие ниши. Что такое здоровый пружет, если вроде как инкуренции нет, и спрос на кто здесь не особо будет? Ну не знаю. Нет, там есть, например, запросы кубарикмахерских инструментов, которые перегрит. То есть там таких много, ножницы для парикмахера, там косметика и прочее, прочее, прочее. То есть там сражаются 10 магазинов. Они понимают, что они могут перегревать аукцион, они не жалеют денег. То есть им не жалко там 30-30 тысяч рублей в месяц. Но при такой выручке мне бы там и в миллион лежал. Теперь еще одна важная вещь, структурирование рекламной кампании. Скелет. Рекомендация одна общая. Не сваливать все в одну кучу. Почему? Потому что, вот смотрите, если вы разгромите свою рекламную кампанию, вот примерно в таком принципе, как у меня здесь нарисовано, вы можете в будущем отключать неэффективную... То есть если вы выбрали неправильный путь, понимаете, что никуда пошли, вы, смотря статистику по отдельно взятой кампании, можете сказать, что ага, вот эта группа товаров, она не работает. И вот деление у меня примерно такое, как я делю. Есть у меня, допустим, это магазин, который занимается продажей цифровой техники, компьютеров и прочего. Вот есть группа товаров и ноутбуков. Я должен завести кампанию, ноутбуки высокочастотной и средней части. То есть там, магазин ноутбуков, интернет-магазин ноутбуков. Потом завести отдельную кампанию подменную. Ноутбуки Acer, ноутбуки Asus, ноутбуки Tashiba и так далее. Отдельную рекламную кампанию по портянке слов, о которой я вам только что говорил, собирать низкочастотные запросы. То есть назвать его ноутбуки и низко... точнее товарная база. То же самое повторить в группе компьютеров. Отдельно завести кампанию по опечаткам, отдельно по общим запросам. Интернет-магазин, цифровой техники и так далее, и так далее. И отдельная кампания по другой региону, если вы можете продавать ваши товары в другом регионе. Теперь смотрите, поскольку интернет-магазин очень легко может посчитать объем продаж для низ каждого запроса, вы через какое-то время поймете, что что-то из этого надо отключать. Вы поймете, что, например, вот эта вот связка высокочастотных и среднечастотных запросов, она просто невыгодна вам с точки зрения роста. Вы платите много, а объем продаж невелик. То есть при таком грамотном структурировании можно быстро отсекать не очень хорошие направления эти разницы. Теперь, значит, составление объявлений. Принцип похожий, что и в классическом контексте со своими нюансами. Снова одно слово, одно объявление. У магазина должны быть свои завлекалочки. Посмотрите на своих конкурентов, что они используют. Классические завлекалки – это писать конкретно цену, сколько стоит товар, особенно если вы можете продавать хотя бы на 500, на 1000 рублей меньше, чем это в среднем стоит по рынку. Про бесплатную доставку – это повод кликать, потому что люди обращают на это внимательно. Соберите эти завлекалочки у ваших конкурентов или смежных рубриках, выпишите их и применяйте в своих объявлениях. Еще одна вещь, очень важная, особенно для регионов – обязательно пишите, куда вы ее доставляете. Доставка по самому Теопоргу, доставка по пределам карты – это очень важно и способствует лучшему сетям, лучшей коммерции. Краткий и понятный текст. Обязательно нужно использовать шаблоны, особенно когда у вас огромный массив объявлений. Как их использовать, я чуть-чуть больше, на следующий слайд расскажу. На составление объявлений вы скажете, а как мне составить? Вот у меня 10 000 товаров, на выходе получилось 2 000 ключевых слов для них, что же мне делать? Я призываю вас расписать алгоритм, по какому алгоритму можно составлять объявления для ваших товаров, и пойти опять на фриланс и заказать такую услугу, чтобы вам, кто и человек, все это делал сделано. Спасибо. Спасибо.